Приветствую всех! Сегодняшнее видео об истории благовония. У человека пять органов чувств. Слух, зрение, осязание, воняние, вкус. И все они позволяют получать информацию и обогащают опыт и знания человека. И хотя нос человека не такой развитый, как у собак или кошек, или у других животных, тем не менее наш нос позволяет нам изучать запахи. Они бывают хорошими, и некоторые нас раздражают запахи. И запахи, которые мы относим к душистым, и запахи, которые люди считают неприятно пахнущими и даже вонючими. Но мы поговорим о тех, которые пахнут приятно, и которые люди стали называть благовониями. То есть пахнущими хорошо, несущими какие-то блага для человека. Египетские фараоны предпочитали одни запахи, римские сенаторы другие. Благовония неотступно следуют за цивилизацией человека. Они то появляются, то исчезают, появляются иногда в каком-то новом обличье. При раскопках находят не только какие-то артефакты, но иногда и предметы, которые говорят о том, что там хранились душистые запахи, благовония. Уже пять тысяч лет назад люди прекрасно понимали, что можно пользоваться косметикой для улучшения, чтобы стать более привлекательными и неотразимыми. Египтянам, кстати, в этом плане не очень повезло, древним египтянам, потому что на их территории очень мало было растительности. Поэтому за благовониями, какими-то приятно пахнущими вещами им приходилось ездить в соседние государства. И поскольку те не всегда были в восторге от египетских посещений, фактически это вырождалось иногда в какие-то войны и захваты. Но иногда удавалось обменять благовония на золото. Миру добывали в древности в таком пункте под названием Пунт. Это такое крошечное государство, расположенное на побережье Оденского залива. Сейчас это территория современной Эфиопии. Мира использовалась египтянами, древними египтянами, в том числе даже в кулинарных целях. Она такая слегка горьковатая пряность, придававшая блюдам пикантность и просто потрясающий аромат. Сферы влияния были четко разграничены. Катабан вывоз Ладана через порты Персидского залива. В Индии и на Ближнем Востоке в моде были нарды. Эти приятно пахнущие смеси изготавливали из растений семества валерьяновых. Наиболее известен индийский благовонный нард, который составлялся из гималайского растения нардостахис. Нардостахис втирали в тело, смягчали им кожу и одновременно ароматизировали ее. Способность продолжительное время сохранить благоухание у этого вещества просто потрясающая. Известны случаи, когда запах сохранялся после 100 лет хранения в гербарии. Представьте, это невозможно сравнить с нынешними духами, которые иногда выветриваются через день-два. Уже в библейские времена люди научились получать эфирные масла и, прежде всего, розовое масло. Волшебный запах цветущих дамасских роз стараниями предприимчивых парфюмеров перекочевал в герметичные сосуды. И это способствовало распространению и, конечно, обогащению тех, кто их продавал. Желание нравиться во все времена обходилось недешево. Чем сильнее оно владевало людьми, тем дороже в конечном итоге им приходилось за это платить. Сомневаетесь? Добро пожаловать в Афины! Жители этого почтенного города слыли в Греции самыми рафинированными франками. Так как афиняне любили благовоние, их, пожалуй, не любил никто. Я пахну, а значит, я существую, мог сказать о себе гражданин. Благоухание отличалось в аттике человека культурного от дикаря и невежда. Вслушайтесь в эти слова. Пальзам, ладан, фемиан, мира. И перед вами откроется целый мир. Многие благовония мы знаем именно благодаря эллинам, ибо их название дошедшие до нас в основе своей греческого происхождения. С острова Цейлон кораблями доставлялась корица, или как ее называли греки, таким намного, с побережья Малой Азии, бальзам стирокс. Торговля шла несклянками, как это было грешно, большими сосудами. Греки поражали всех иностранцев и роскошью. Пока жители и лады изощрялись в поисках новых ароматов, тратя на них целые состояния, Государство год за годом рассыпалось на глазах. Солнце Греции закатывали. Свои права вступили в специозный рим. Суровые воины, завоевательные, поразительно быстро переняли у покоренных народов роскошный образ жизни. Страсть к благовонию завладела римской империей. Еще большими оригинальными были правители Востока, любившие принимать молоко, взрослые, и невероятно влюбленные шикарные. Восток всегда отличался бы черностью. Китайские императоры цены для преимущественно аромата живых цветов. Для чего-то после Творца высаживали прекрасный геоцинт и розы. И благоухрание этих цветов разносилось по всей территории Замарова. Что касается Европы, все имели на то самым популярным ароматом, Своей рискостью он перерывал роман в минуты в тел, Кавалерам прекрасных армий, во втебе ряда же королей, Умылися иногда два раза в жизни при рождении и перепугаяниях. Смелые ванны в тушественных местах, Казахстанинской публики, На полность только на крестуле. В XI веке анальянские исследования впервые получили успех. Эта сделана высокая партнер момента. В нем стали расправлять эфирные названия. Результат произошел с собой смертное ожидание, Но так было в лесе, когда в местах и духе. Рецепты прикидывали не стало классическим. Кавалерами у нас разумные совпадения со своими композициями. Впервые красавицы, другие ароматы и шапины. Всех недель на них было легче, чем на это. Во времена древних претензий, Моя некожность, Казахстанинского партнера. Но в том, как рассчиталось чем-то вроде оскорбления. Искусство парфюмеров XV-XVIII веков было востребовано, как никогда прежде. В основе первых духов были эфирные масла из растений. Первоначально из таких привычных для Средиземноморья, как сирень, розмарин, фиалка, ирис, нарцисс. Но в дальнейшем к ним добавилась тропическая флора. Искусство парфюмеров XV-XVIII веков. Рудное невидение в чистой веке эфирной масла превратилось в настоящую отраслью производства. Основная вещь для Средиземноморья, Это первая перегонка с вытеплением. Это тема компенсации веков и эфирным условиям. Именно так, как у чайных петензий, Учарный зимфор, Казахстанинское масло, Ирженое, Ираневое, Ираневое, Ираневое. Второй называется Амфлераж. Заключается в том, Кофельное масло, Испаряющее естественное, Ираневое, Облащаетсяèще и може Sache will going to deix in the eye по находитсяе Для него Иран esotouric 쓰는ые длинности, Как называвшиеся в нас, Извая twee true. Ираневые масло, Извлекаются растворителями Ираневое, Вроде из них смешDayGA, Что мои?" Борисоневое. И наконец, Третья. Присыпания. Новое чтобы делиться? С cut in the vineyard. Уд finishes без веков, pearlах diplomas. Да, вознание было неприятным, и не самое важное, что у нас считалось, что у нас получалось из бюджетных пушистых, цветов и французов, а также для гаммутов. Как раз на основе санкласса в Масе в городе Кулоне, в районе 1676 года, приготовленный первый год экологии, в Пальнхолонской водопроводе. Ее появление было среди технологического прорыва в недовольном отрасли. Одиночки гостари и пылтил обчатки, отживались в мире, в своем обществе. На улице, на улице, на улице, на улице, на улице, на улице.